Так, мы возвращаемся с перерыва. Согласитесь, что в принципе бытует такое мнение, что стейкхолдеры могут нами управлять. А что если не все так однозначно и стейкхолдерами тоже можно управлять? На этот вопрос и не только в рамках своего доклада, чего говорят стейкхолдеры и чего хотят. На самом деле, ответит Виолетта Усанова, CCO for Dev, человек, к сердцу которого лежит лишь два пути. Скалолазание и сырники. Поприветствуем. Здравствуйте. Да, друзья, сегодня мы с вами немножечко заглянем в голову стейкхолдеров. Почему вообще родилась эта тема доклада? Прежде чем подробнее расскажу про свой опыт. Почему вообще родилась тема доклада? Потому что у нас всех с вами бывает, что если мы, например, просто продакты, нам поставили какое-то ТЗ, потом мы пришли, и оказалось, что все не так, все не то, и вообще не надо было это делать. Или наоборот, мы с вами руководители, и через какое-то время сотрудники возвращаются к задаче, а ты его просил там, я не знаю, синк провести, а он пошел дерево срубил. И вот такие вот вещи происходят периодически в жизни каждого продакта. Почему я вообще рассказываю про это? Я сейчас работаю коммерческим директором в FODEV. Это компания, которая автоматизирует глобальный менеджмент сотрудников по всему миру. Выплаты, оформления, легал во всех юрисдикциях. И до этого я работала в Skyeng, в нитологии, в сберобразовании на позициях либо лидера продукта, руководителя продукта, либо на позиции операционного директора. И что заметила? Чем выше наша с вами должность, вот особенно там где-то, когда переходишь уже на сеньора и выше, руководишь командой, тем все чаще приходится общаться с нашим значимым окружением, стейкхолдерами. Собственно говоря, поэтому и родилась тема доклада. И хочу начать с рубрики «Позорный кейс моей подруги», которые с ней происходили. Бывало всякое. Начнем с первого кейса. Я сначала расскажу какие-то плохие примеры, которые с ней происходили. И потом попробуем их разобрать. Мы с вами пройдем через фреймворки и в конце дам более четкий ответ, что самое у нас в голове у стейкхолдеров. Первая ситуация называется «кофаундер тоже человек». Что происходило? Запуск нового продукта на рынок под руководством лично одного из трех сооснователей. Лично одного из трех основателей компаний. То есть самый-самый топ-сооснователь. Делаем продукт, потому что он важен для всей компании. Как оказалось, вы видите, делаем, потому что лично я хочу заниматься этим продуктом, не основным бизнесом, но мы не хотим ссориться среди топ-менеджмента. Как вывод? Проект закрыли, потратив достаточно много денег и времени. Кажется, что вроде плохой вывод, но здорово, что все-таки к этому пришли, и он не тянулся еще дольше. И второй кейс, который происходил, ну опять же, с подругой. Стейкхолдеров много, они говорят разные. Что было? Запуск нового продукта, дезиверсификация основного бизнеса. И ситуация, в которой каждый из нас с вами бывал. Исследования говорят одно, SEO заказывает другое. Горизонтали говорят, что мы вообще не возьмем ваши задачи, потому что ваш продукт вообще не в приоритете. И инвестора вообще говорят совершенно другое, что они дадут денег только на это, и вы как-то сидите и думаете, что же с этим должно делать. Оказалось, что действительно все именно так, после того, как со всеми пообщалась подруга. И в итоге в этом раунде выиграл SEO, но потом на самом деле он не выиграл, потому что пришли инвестора с претензией, что все-таки мы круче, мы даем деньги, и надо слушать нас. Такая ситуация тоже происходит. Мы хотим в таких ситуациях оказываться как можно реже, поэтому. И я задумалась, подруга задумалась, да что же такое-то происходит вообще? Как мы с этим можем бороться? Каким образом? И оказалось на этом этапе, когда я, подруга, переходила на уровень уже такого менеджмента, что есть управление стейкхолдерами. Стейкхолдерами управляют. Это наше с вами значимое окружение, вообще любое. И я хочу подсветить, что это мы с вами такие сладенькие пирожочки, которые любят свою работу и пытаются все учесть, заказы снизу и сверху. И для этого давайте разберем, ну просто сейчас покажу, что здесь дали мои авторские рисунки, стоят дорого, заказывайте. Вот, есть внешние стейкхолдеры, про это вы все прекрасно знаете, понимаете, но чаще всего имеют в виду вот этих вот людей. Внешнее — это и общество, и как вы исследуете пользователей, как мы все их исследуем, и правительство. Если мы говорим с вами про P2G-сегмент, это другая серия, это надо учитывать, это очень важно. Но мы с вами сейчас разберем больше и заглянем в голову внутренним стейкхолдерам. Это наши коллеги менеджмент горизонтали. И я хочу подсветить, что на самом деле управление стейкхолдерами — это то, что мы с вами делаем каждый день. Почему эта тема важна? Потому что мы с вами решаем, кого позвать на синк. Это управление стейкхолдерами. Мы с вами защищаем бюджеты, обосновываем бюджеты. Это тоже управление стейкхолдерами. И много-много кейсов. Вот просто, не знаю, вчера была пятница, рабочий день, каждый хотя бы одно действие совершил. Либо был на синке что-то говорил, рассказывал, презентовал свою идею. И на самом деле круто, когда мы с вами задумываемся, как-то рефлексируем и все-таки стараемся оформить это в какую-то более стройную линию. Управлять стейкхолдерами, когда говорят внутренне, чаще всего — это четыре пункта. Это маппинг, вообще описать, потому что мы не можем с вами управлять тем, чего мы не знаем. Поэтому нам надо с вами понять, кем конкретно мы хотим управлять. Не рандомными стейкхолдерами, а там, например, SEO, например, нашими PM-ами, инвесторами, акционерами и вообще. Для этого есть инструменты матрицы стейкхолдеров интересов влияния. Кто-то знаком с PM-буком? Все знакомы? Супер. Глобально здесь будет короткая выжимка из PM-бука и других методик, которые говорят примерно про одно и то же. Дальше это сделать коммуникационный ритм после того, как мы описали стейкхолдеров, вообще создать и поддерживать, мониторить и адаптировать. Потому что у нас с вами все меняется каждый день. И, естественно, развивать в себе и в команде навыки качественной коммуникации. Я начну с этого пункта, потому что это база. Вот этого на самом деле нет чаще всего в PM-буке или в других методиках. Но это то, что действительно база. Потому что если этого нет, то мы с вами просто не сможем дойти дальше по всему фреймворку. Только если у нас какая-то суперогромная компания, и там уже просто сетка, а не люди. Развивать эмоциональный интеллект, учиться здоровым коммуникациям, быть проактивным, рефлексировать над тем, что вообще произошло и как мы хотим это учесть и интегрировать в нашу дальнейшую работу. Собственные инструменты. Самая короткая выжимка, которую можно просто каждый день использовать. Первый инструмент — это нам надо описать стейкхолдеров маппинг. Смотрим, опять же, авторские иллюстрации. Фактически нам надо ответить с вами на три вопроса. Если не заглядывать в PM-бук, не читать восемь глав, вот это вот всего. Кто что делает и почему важен для нас? Ну, какие-то детали. Ну и, соответственно, кто у нас есть с вами? Злобный зайка SEO, который лично руководит проектом. У нас с вами есть черепаха Project, который, как обычно, Project их всех и все контролирует с огромными скоростями. У нас есть ленивец-аутсорсер, который лидит разработку на аутсорсе и стоит нам очень много денег. Вот. Мы описали этих людей, смотрим на них и думаем, ну, это еще не управление. Мы с вами пока что просто поняли, с чем вообще имеем дело, с кем имеем дело. Простите. И нам этих прекрасных людей надо раскидать по матрице, заинтересованность и влияние. Просто для того, чтобы подготовиться к тому, что с ними делать. Ну, здесь, соответственно, низкая заинтересованность, высокая заинтересованность, низкое влияние, высокое влияние. Мы видим, что у нас образуется четыре квадрата, в которые мы помещаем наших стейкхолдеров. Ну, вот мы с вами видим злобную зайку SEO. У него уже молоток появился. PM, они сильно заинтересованы и сильно влияют. Вот этот скрутч МакДак, это наши будут инвесторы. Они чаще всего меньше к нам как-то вникают, но очень сильно влияют, потому что дают деньги. Акционеры опять часто бывают здесь же. Ну, вот мы видим высоко заинтересованных в деньгах, по крайней мере, ленивца, аутсорсера. И там счастливый цветочек, не знаю, кто угодно. Он тоже высоко заинтересован, но не влияет на нас. Ну, и вот, коллеги, да. Вот. Простите, пожалуйста. Вот. Соответственно, на эту матрицу мы накладываем, что с каждым квадратом делать. Осознаем это. Злобный SEO с молотком. Менеджер, это уверенно, часто и хорошо. Вот здесь просто вот включите его, просто часто о нем думайте, каждую неделю. Спрашивайте, отчитывайтесь, рассказывайте. Вот все, что у вас по вашим аджайлам, скрамам нужно делать. Надо с ним делать регулярно. Вот. У нас инвестора, которым надо поддерживать удовлетворенными. Они должны быть счастливы. Хотят информацию, пожалуйста. Хотят презентацию. Welcome. Вот. Они должны быть счастливы, потому что они сильно влияют, но они очень хотят участвовать. С ленивцем надо их держать в курсе вообще, что происходит. Вот. Аутсорсеры счастливый цветочек. Вот. Они должны понимать, что вообще происходит. Ну, для того, чтобы как-то тоже реагировать. Они сильно заинтересованы и в своих деньгах, ну, и, наверное, в своей деловой репутации. Ну, и, коллеги, минимальный контакт. Вот. Продолжаем. Мы с вами поняли, с кем имеем дело, и хотим их вовлечь. Для того, чтобы вовлечь, фактически, опять же, надо добавить к таблице, которая была изначально, три вопроса. Как часто, по какому каналу и как вовлекаю? На примере SEO разберем, зайка с молоточком. Почему он важен? Лично хотел запустить, курирует. У него, вспоминая матрицу, сильно заинтересован, очень вовлечен. Поэтому мы с ним очень часто раз в неделю, как минимум, сингаемся для того, чтобы обсудить идеи, ну, и забрать какие-то задачи. Здесь сами дописываете, что нужно. И регулярно в Slack делаем ему отчет о том, что вообще происходит, потому что он лично контролирует. С пьемом и ленивцем, ну, вот разные истории. Вот ленивец, например, на аутсорс-раработке хочет просто пилить фичи и один раз в неделю по имейлу получать оплату. Окей, что мы ему заплатили. Но мы один раз в неделю хотим от него сингаться и протрекать, что он вообще сделает, дать новые задачи и так далее. Вот. Поэтому кто, что, почему важен, как часто, по какому каналу, Slack, синг, каким образом мы его задействуем и как вовлекаем. В целом, это такая базовая матрица, которая может быть сложнее. И сейчас будет предупреждение о скримере. Большая таблица. Вот. Которой хотелось избежать в этом докладе. Но я хочу ее показать, потому что кроме шуток про зайку SEO, нам надо с вами понимать, что есть инструменты, которые помогают и делают все внимание, ну, делают как бы все более обоснованным. Это раз и матрица. Здесь написано, кто эти люди и как они влияют в зависимости по отношению. И у нас с вами чаще всего нельзя линейно просто описать, что SEO хочет это. У нас с вами чаще всего все разбито на таски. И вот эти вот таски в зависимости от департамента очень сильно все влияет. Здесь видите RACI, это фактически, ну, типа кого, по какой задачам и как мы вовлекаем. В маленьких проектах в целом можно пропускать эту матрицу. Но по таскам иногда очень хорошо раскладывается, и это очень полезный фреймворк. Это что касается инструментов. Но важно помнить, вовлекая стейкхолдеров, вот отходя от инструментов, о чем же они думают, готовясь к ответу на этот вопрос, хочется сказать, что все они люди, у них есть свои эмоции. Мы с вами помним про кейс, когда лично сооснователю уж казалось бы, кому можно не доверять, и кому можно доверять, вот ему можно доверять было. Но это просто человек, и у него есть свои интересы, и он не всегда хочет, например, делать то, что... Ну, вы помните этот кейс. Вот. Здоровые коммуникации, они важнее. Эмпатия, активное слушание, напористость — это все то, что нам нужно на каждом этапе, в каждый день включать, потому что работа продукта чаще всего это... Ну, и вообще руководитель продукта, руководитель любого звена — это чаще всего люди. И чем выше great, тем больше мы общаемся с людьми и фреймворками, и тем меньше с продуктом непосредственно, к сожалению. Вот. Надо поддерживаться всеми хорошими эмоциями, усложнять коммуникации. Очень важно быть простым, потому что ни у кого нет времени 150 часов слушать отчеты, поэтому нужно учиться навыками презентации, как их делать, как доносить мысли. Нужно стараться, чтобы все выиграли, но вы это знаете. Это просто обычные навыки коммуникации, как качественно и здорово нужно общаться с людьми. Вот. Но я хотела обратить внимание, на самом деле, вот на эти два пункта, потому что очень важно доверять своей интуиции. Мы с вами все прокачанные нейросетки, которых заточили на то, чтобы делать классные продукты. Кого-то на то, чтобы больше общаться с людьми, с go-to-market стратегиями, с пользователями, кого-то на технологии. Но у нас есть свой опыт, и его нельзя игнорировать. И помню о том, что стейкхолдеры просто люди, вот это значимое окружение. Иногда нужно довериться своей интуиции и отстоять свою позицию, не побояться взять ответственность. Вот. Потому что чем выше уровень менеджера, тем чаще случаются ошибки, и это нормально. Ну, и зная все то, что мы с вами сейчас знаем, я бы хотела показать, как на самом деле нужно было решить эти кейсы. Вот. Мы все с вами понимаем, что история не про мою подругу, а про меня. И обращая внимание вот назад, я понимаю, что в целом прикольно, что мы закрыли проект, плохо, что потратили много денег. Бывает такое, что мы понимаем, что идем не туда. Но по-хорошему, зная вот этот даже простой инструмент, хотя их гораздо больше, я понимаю, что если бы я нарисовала карту интереса и влияния стейкхолдеров, я бы поняла, что SEO сейчас не задействован никак. И он понятия не имеет, что у нас происходит. А кажется, что там в той структуре, в которой SEO спонсируют все эти проекты, он должен это знать. Вот. Если бы тогда была эта карта, то здорово. И сейчас, как вы понимаете, вопросики, немного вовлечения. Как вы думаете, вот стейкхолдеров много, и они противоречат друг другу. Что нужно было сделать в этой ситуации? Какая-то одна идея, хотя бы кто смелый. — Определить стратегию общую. — Да. — Решить за них, предложить им решение согласилась. Да, прикольные были ответы. Решить за них, стратсессия. И ты сказал, что, ну, короче, да, вот предложить, написать карту, сделать стратегию, написать, да, но на самом деле, стратсессия, да, вот, но на самом деле очень прикольный ответ, который лично я себе дала в этом кейсе. Надо было просто вот эту матрицу показать SEO, потому что у нас с вами здесь есть стейкхолдер, на который мы никак не влияем, это инвестора, у нас с ними нет выхода. Вот, я не могу им ничего презентовать, поэтому вспоминая вот все то, что было, я понимаю, что просто надо было прийти к SEO, поговорить и сказать друг, подруга, вот. Ну, а в целом все ваши ответы правильные. Если SEO не прислушивается, все, что мы можем сделать, описать свои зоны влияния, как можем влиять, как вовлекать. Вот, я приближаюсь к завершению, к раздаче подарков за отличные вопросы. Хочется ответить прямо на вопрос, чего же хотят стейкхолдеры на самом деле. Здесь не будет переводчика знать, например, что говорит женщина, и что она хочет на самом деле, потому что ситуация миллиард. Вот, но я хочу дать какой-то универсальный чек-лист, чего хотят стейкхолдеры. И я сейчас как стейкхолдер, про которого иногда тоже думают, что же со мной делать. Хочу сказать, что стейкхолдеры, как люди, они хотят получить премию, чтобы их похвалили лично на перформанс-ревью. Это то, что они хотят всегда, базово, потому что они просто люди. Они хотят, чтобы вы знали, что им нужно, в том числе и вот это вот. Они хотят получать информацию в нужное время, по нужному каналу и в нужном объеме. Просто представьте, что вы задействованы в каком-то проекте, а вас спамят каждый день по 800 отчетов. Вы не хотите этого. Или вы внедряли слаг бесконечно в свою компанию, а вам пишут в телеграмму в отпуске. Поэтому все эти пункты нужны, и мы в это с вами верим, потому что оказываемся на этом месте. Вот если представить себя на этом месте стейкхолдера, а мы с вами всегда на этом месте, для кого-то мы стейкхолдеры. Вот, это очень важный пункт. Они хотят, чтобы вы брали на себя ответственность. SEO не хочет решать за нас с вами любую маленькую таску. Хотят, чтобы вы были простыми, понятными и предсказуемыми. Предсказуемыми. У вас есть проекты, которые вы хотели бы, чтобы были предсказуемыми. Это значит информировать, рассказывать, спрашивать в нужный момент времени, ну и синхронизироваться с общим бэклогом стратегии компаний. И они не хотят получить по шее, это противовес первому пункту, потому что у них тоже есть свое начальство, свои стейкхолдеры, свой круг. Вот, собственно говоря, все. Можно вернуть, пожалуйста, да, потому что я хотела показать. Если мы с вами достигли успеха и просветления и вот этого вот единения с вселенной, мы с вами можем поиграть в успешные бинго-продукты. И вот это крутые плюшечки, которые мы можем с вами собрать, если классно управляем стейкхолдерами. Вот. Мне нравится этот пункт. Реже удивляться во время встреч с коллегами. Это моя любимая. Не выгореть. Классно, рекомендую. Выгореть, но листа не рекомендую. Вот. Все. Мы заканчиваем с вами. Это оцените доклад, пожалуйста. Мне очень важна обратная связь. Контакты, Инстаграм, Телеграм. Пишите, пожалуйста. Я очень хочу с вами общаться, на самом деле. Огромное спасибо. Это было прям безумно круто. И не менее информативно. У нас сейчас будет Q&A. И спонсором нашей Q&A-сессии является нетворкинг-партнер «Сетка». Это новая соцсеть для нетворкинга от Хахару. Соответственно, инвайты в «Сетку» есть всем. Они должны быть предоставлены по QR-коду всем участникам продукт-кэмпа. И выданы без очереди. Соответственно, не стесняйтесь задавать свои вопросы, потому что за самый крутой, помимо подарка от «Виолетты», будет еще и подарок от «Сетки». Виолетта, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы сказали, что есть тейхолдеры, которыми нужно управлять. Но, к сожалению, правда, не сильно были заметны, как управлять инвесторами. То есть, да, мы не имеем к ним прямого доступа, у них малая заинтересованность, но ими нам тоже приходится как продукты управлять через SEO, через других сил. Но управлять именно нам. Вопрос, как делать в такой ситуации, как с этим вообще мириться. Спасибо. Вообще, кстати, очень суперклассно. Инвестора — это вообще отдельный мир. И есть целая наука, подготовка инвест-пичдеков. Но то, что я поняла по управлению инвесторами, то, что у них тоже есть какие-то свои чек-листы и ожидания. Чаще всего, которые опубликованы в фонде, на что они смотрят внимание. Я так поняла, что прямо сейчас им интереснее всего смотреть юнит-экономику и смотреть, как быстро купится бизнес. Потому что сейчас все очень феерично происходит на рынке. И поэтому, например, сейчас, насколько я вижу, смещается с фокусом того, насколько большой объем вообще ревеню мы с вами можем потянуть. Скорее на то, как быстро станем окупаемыми. Поэтому короткий ответ. Скорее готовить юнит-экономику и питчдеки по тем стандартам, которые есть у конкретного инвестора. Это все, что мы можем сделать. Чаще всего презентуют действительно SEO, который в нужный момент времени говорит, а вот он ответит. Поэтому, да, надо быть просто разбираться во всем и вовремя ответить с невразмутимым лицом. Как будто ты прям готовился. Тебе спасибо. Крутой вопрос. Привет. Безумно крутой доклад. Спасибо. У меня на самом деле вопрос, который… Ну, как бы это один вопрос, но он состоит из одного вопроса с примерами. Хочу тебя спросить, чтобы ты могла, может быть, поделиться или ответить, как правильно работать со сложными стейкхолдерами. Кого, например, я для себя считаю сложными стейкхолдерами? Это кто-то, допустим, из фаундеров или твоих руководителей, кто является микроменеджером и хочет в каждую деталь погружаться. Или второй для меня сложный лично кейс – это люди, которые очень часто любят переобуваться. То есть вы с ними закоммитились, например, на какие-то сроки, не знаю, там, запуститесь за шесть месяцев, а они потом приходят к тебе и такой через два месяца. Вот сталкивалась ли ты с такими кейсами? И как бы из этих ситуаций выходила, например? Да, первый кейс ты сказала микроменеджеру условно, а второй кейс – это перебывается в полете, тапочки меняют. Первый кейс, ну, конечно, да, сталкивалась. Один раз я ответила на вопрос микроменеджмента и вообще непредсказуемости и неприятности коммуникации тем, что я уволилась. Поэтому это всегда… Есть у вас такое решение, вы не рабы, и вы можете решать за себя, хотите вообще с этим человеком работать или нет. Если здесь речь идет не в рабочей плоскости. А если в рабочей плоскости, то чаще всего микроменеджмент возникает от паники и от тревоги. Человек очень важный проект, и он хочет понять, что вообще происходит. Ну, надо просто с пониманием отнестись к этому желанию, тем более, например, если это SEO или руководитель, и спросить, как, в каком формате ты хочешь получать информацию. Можно за него даже не придумывать, а просто реально спросить словами через рот, обычно работает. Вот. И второй момент – это ты сказала, про «Перебывается в полете». Здесь я предпочитаю писать фулл-апы и фиксировать все в переписке. Такие бывают люди. Иногда потому, что они творческие, а иногда потому, что они вот так вот хотят обойти какие-то ошибки свои. Вот. Фулл-апы и подготовка ко встречам. Сегодня мы обсудим то-то, потому что был такой-то момент раньше. Да. Спасибо, Наталья. Крутой вопрос. Спасибо большое за доклад. Спасибо. Работаю в «Гасухах», и в предыдущем моем месте работы было четыре директора, каждый со своим мнением, противоречащим друг другу. Я понял, как решить проблему. Одного уволить, и все решится. И это реально работает, стратегия там все. Я работала в «Гасухе», да. Да, вот. Директор по продукту вышел, и все прям как по маслу. Вот, наверное, у тебя были ли такие кейсы? И если были, то что-нибудь. Я работала в «Гасухе», и работала с «Гасухой». Уже из, ну, собственно говоря, так я и переходила в IT, из «Гасухи», вот, в первый в B2G-сектор. Если кого-то, простите, да, за жаргон, нельзя так говорить, потому что сейчас государство делает крутые сервисы. Вот. Короче, это самый сложный кейс, потому что, насколько я поняла, в больших компаниях очень сложно иногда бывает, если ты стартапер, по душе соединится с ценностями, организациями, скажем так. Вот, и иногда просто, ну, там, по душе тебе не это. Вот, опять же, там, мы не рабы. А второй ответ, на самом деле, в системах таких, насколько я понимаю, лояльность ценится выше результаты. Это просто другая категория метрик, другая система метрик. Вот. Поэтому все, что ты можешь, в большинстве случаев вернуть обратную связь со своей стороны, как-то трекать, она внедряется, изменяется или нет. Вот. Ну, и в какой-то момент времени подумать, ну, там, сравнить плюсы-минусы. Иногда плюсы реально появляются, и ты думаешь, блин, ну, вот, кажется, там еще 2-3 года, я не знаю, IT-ипотека или еще что-то вообще закроется. Просто, да, сравнить систему координат вот Касухи и себя. Привет. Привет. Я тут. Где? Привет. Я второго не буду. Вкратце вопрос. У моего друга есть кейс. Да. Работает большая корпорация, и там вот сам продукт и диджитал, они разные подразделения. Я линейный продукт, точнее мой друг. И как все-таки хочется развивать продукты, но при этом ты имеешь большую цепочку коммуникаций, поскольку у тебя есть там твое руководство, есть другое подразделение, которое отвечает за продукт. Как с помощью управления, какие советы ты можешь дать по такому управлению со стейкодерами, которые находятся в разных подразделениях? Круто. Мне кажется, опять же, я не знаю всей ситуации, что если это большая структура, в которой много горизонталей, которые между собой пересекаются по разным причинам, то чаще всего один менеджер очень слабо имеет влияние на то, что происходит. И вообще прикольная история будет вернуть в профильный департамент все свои боли, проблемы и просто закрешиться с ними. То есть, если, например, у тебя есть какая-то проблема с соседними департаментами, во-первых, ты можешь сходить к ним, а во-вторых, ты можешь сходить, например, к операционному директору, сказать, ребята, вижу такие-то такие варианты, вижу такие-то такие-то моменты. Ну, то есть не обязательно быть всегда... Есть профильные департаменты, которые мы доверяем, они тоже классные ребята, они часто делают очень круто свою работу. Вот, поэтому я бы походила точечно вот в такие моменты тем, кто имеет влияние, короче. Вот. Прошу. Спасибо. 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 Так, видимо, мне все-таки придется... Я не знаю, я как буду выбирать призы, честно, мне так нравятся вопросы. Спасибо за доклад, получилось. Спасибо. Вот у тебя был пример, да? Кролик с молотком, черепашка, еще кто-то, да? А что делать, если у тебя в стейкхолдерах кролик с молотком, кролик с пилой и кролик с бензопилой, например, да? Ну, то есть, два вопроса, один вытекает из второго, да? То есть, например, продукт очень большой и может быть с разных точек зон заинтересованности, стейкхолдеры, они как бы одного уровня, все, например, там, три сети О, да? Естественно, у них каждый в своем направлении думает, вот, как в таких ситуациях поступать. И, например, и в следующий усложненный вопрос, а что делать, если таких стейкхолдеров там несколько десятков, например? Прикольно. Опять же, здесь нет вот так вот овервью конкретного ответа, но мне кажется, что когда ты не можешь разобраться со слоном, его надо делить на куски и декомпозировать, и постараться разделить на зоны. И тогда кажется, что, вероятно, в каждой зоне может оказаться один стейкхолдер. Может не оказаться, но это просто один из вариантов ответов, допустим. И постараться разобрать это на такие маленькие детали и посмотреть, какими ты можешь управлять сейчас. И постараться вот экспандить, расширять свое влияние через одну сеточку, через один кусочек, через второй, через третий. И просто смириться с тем, что это займет большой период времени. Мне это кажется. Потому что, особенно если они агрессивные, то по-разному бывает. Но опять же, мы помним, что мы не рабы, если что. Вот. А вторая история, ну, я иногда один раз делала, просто написала общее письмо, и они там между собой батл устроили. Один победил, короче, и моя проблема решилась. Вот. все. Я пока два варианта вижу, но в целом может быть больше, да. С батлом крутая идея, спасибо. Там вот парень хотел в этом же, если не ошибаюсь. как там это Годзилла и этот. Отличный доклад, спасибо большое. Спасибо, привет. Нестандартный вопрос, не факт, что у тебя будет, может быть, какой-то совет. я люблю сколазни. У моего друга небольшая компания в стадии роста, он работает там директором по продукту, и один из ключевых инвесторов в этой компании психопат. Ну, с явно психопатийными чертами. Какая частая ситуация, да? С явно психопатийными чертами. И он не бывает никогда доволен. Есть ли у тебя какие-то мысли, советы, что, как с такими людьми вообще сгруппироваться, работать? Слушай, у меня есть мысль, честно, я тебе скажу. Если есть возможность. Я не могу назвать его психопатом. Ну, твоего, может, и можно назвать. Если он реально, ну, как бы у него проблемы, то это выходит за уровень, ну, как бы коммуникации в компании, это уже переходит на какой-то личностный уровень, то мы помним, что мы не рабы. Вторая, на самом деле, ответ. У меня сейчас абсолютно не психопат, но есть вот такой же, который всегда всем недоволен. У него на все есть свой ответ. Я, честно, вообще никак не реагирую. Просто у него такой стиль общения. Вот. И я потом, когда получше с ним познакомлюсь, я ему верну обратную связь. Сейчас пока не буду рисковать. Вот. Пока что я просто вижу, что он просто вот всем так говорит. Вот у него такой стиль общения. А через пару месяцев, я думаю, что мы встретимся, он меня запросит обратную связь, и я ему скажу обратную связь. Органично. На самом деле, я вижу, как тут все прям разрывают Вилету вопросами, однако у нас по таймингу, к сожалению, все. Да, есть возможность продолжить непосредственно расстрел вопросами дальше. Спасибо. Если ты не против, да, нам необходимо выбрать лучшие вопросы, один или два. Я очень хочу выбрать все вопросы лучшими, поэтому добавляйте меня в друзья, мне все очень понравилось. Мне понравилась очень Наталья на первом ряду, потому что она все время мне кивала и говорила, да, классно, ты молодец, супер, и потом задала вопрос, и мне очень понравился молодой человек, потому что он тоже сразу такой, я первый. Вот в белой футболке из Ники Флини у него футболка. Вот. Всем спасибо, да. Что делать? Вот. В общем и целом, в общем и целом, все. Огромное тебе спасибо за выступление. Вот. Давайте проводим аплодисментами. Спасибо.